В начале 60-х годов прошлого века на базе лыжной секции «Городовидная» была создана детско-юношеская спортивная школа. Спустя несколько лет открылось второе отделение фехтования, потом дзюдо, карате. Кстати, именно благодаря высоким результатам спортсменов отделения карате в 1993 году учреждению был присвоен статус «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва». В последних числах декабря в историко-культурном центре состоялся праздник, посвященный полувековому юбилею Олимпа. Сегодня из дюшора Олимпа – это 11 спортивных отделений. В спортшколе ребята обучаются основам карате, дзюдо, рукопашного боя, осваивают лыжи, занимаются футболом, настольным теннисом, художественной гимнастикой. Хочется тренироваться, набирать сил, играть хорошо, лучше всех. Мне понравилась художественная гимнастика тем, что это красиво. Настольный теннис развивает реакцию, я поддерживаю физическую хорошую форму, и этот вид спорта меня очень увлекает. Среди нынешних преподавателей немало тех, кто сам в недавнем прошлом учился в школе. Тренер по тяжелоатлетике Алексей Корытько успешно занимается с молодыми спортсменами. Среди его воспитанников – Света Щербакова, вошедшая в пятерку сильнейших тяжелоатлеток на чемпионате юниоров России. Я очень горжусь этим. Если даже 10 человек, которых я подготовлю, и просто будут здоровы, мне даже это устроит. Бок о бок со своим учителем трудится в школе Наталья Рудницкая. До сих пор она обращается за помощью и советом к Валерию Войтыховскому, который работает в школе почти 50 лет. Мой путь только начинается. Соответственно, я к нему обращаюсь. За советами он мне подсказывает уже с точки зрения тренера. Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва перешагнула полувековой рубеж. Она стойко переживала непростые времена. Главным же всегда оставалось желание воспитывать детей, прививать им любовь к спорту и здоровому образу жизни. Очень много детей прошли через подшколу. Уже сегодня они своих детей приводят, выросли. И преподаватели, конечно, уже многие, которые когда-то создавали школу, сегодня ветераны у нас. Но мы с ними связь поддерживаем. Они активно участвуют в спортивной жизни. Тренеры Олимпа работают в тесном сотрудничестве с центрами спорта, с учителями физкультуры общеобразовательных школ района. Под их чутким руководством в стенах с Дюшора выросло немало кандидатов, мастеров спорта и чемпионов. Я, конечно, им желаю высоких рекордов, успехов и, безусловно, тех высот, о которых, наверное, мечтает каждый спортсмен и каждый тренер. 25 декабря всех людей, кто так или иначе причастен к спортивной школе, объединил большой праздник. Виновников торжества поздравила заместитель главы администрации Ленинского района Надежда Демкина, вручив выдающимся тренерам и спортсменам Олимпа знаки губернатора Московской области во славу спорта. За сложные награды от администрации Совета депутатов района получили в этот день многие преподаватели школы.